Журналист присутствует на открытии нашего нового полигона, который был создан силами нашего подразделения. Плюс нам помогли местные администрации, то есть выделили нам земельный участок, который не используется для сельхозназначения, где мы создали за два дня полигон. Ну, сегодня еще поставим щиты, предупреждающие о том, что здесь находится войсковое стрельбище. И сегодня же прямо будет здесь проведено первое учебное занятие по огневой подготовке. Также здесь будем отрабатывать задачи взвода в обороне, взвода в наступлении. Разведгруппы будут отрабатывать свои специфические упражнения по огневой подготовке. То есть здесь, если бы у нас были электроподъемники для стрельбища, то здесь можно было создать полноценное войсковое стрельбище. Ну, а так будем чаще бегать мишенем, отмечать пробоины. Заодно потренируемся лишний раз. Как бойцы вообще относятся к тренировкам? Ну, по-разному относятся бойцы к тренировкам. Сейчас вот идет интенсивный период подготовки военнослужащих. И по результатам вот были контрольно-проверочные занятия. Там отрабатывались, ну, сдавались нормативы по физподготовке. Вот. И некоторые бойцы, они не выдержали этих нагрузок. Хотя они еще на самом деле только минимальные нагрузки. Вот. И написали рапорта на увольнение. Плюс два бойца у нас, получается, были мной уволены за нарушение воинской дисциплины. Два бойца прибыли, пробыли у нас один день. Сказали, что у нас подразделения что-то им, они слишком модные для нас. Вот. Сказали, что они себе представляли немного не так. И тоже написали рапорта на увольнение. Но мы их даже не успели оформить, поэтому они на следующий день как прибыли, так и убыли сразу. Вот. Мы желаем им счастья. Желаем попасть в другие подразделения. Вот. Михаил понимает, о чем я говорил. И если уж в нашем подразделении нехорошо, я молчу про другие. Я думаю, им понравится. Сейчас вот в Донецкой Народной Республике идет формирование настоящей армии. Соответственно, все будет более строго. То есть устав и так далее. Как вот к этому относятся военные? Ну, скажу честно, те, кто сталкивается с армейским уставом, например, я, мне гораздо проще. То есть никакого внутреннего сопротивления. Мое самосознание, мое какое-то там я маленькое вот такое, оно не испытывает. То есть я вполне нормально к этому отношусь. И все требования у меня в подразделении только согласно уставу. Вот. Ничего я сам не выдумываю. У меня нет никаких там, каких-то нововведений, как есть в некоторых подразделениях. То есть там я был в гостях многих подразделений там по роду своей деятельности. Вот. И видел там какое-то там, я не знаю, там. Ну, мне что-то это напоминало Махновщину немного. Есть один атаман, и вокруг него там приближенные. Вот, остальные там бойцы непонятно на каких ролях находятся. То есть все это выглядит комично для меня, для человека военного. Но таких подразделений становится все меньше и меньше. Вот. И поэтому... Ну, а другие бойцы, да, они приходят из других подразделений. Сталкиваются с составом внутренней службы. Вот. И тут же они говорят, а почему я, почему я дневальный? Да, у меня дневальный моет полы. У меня нет рабов или роботов, как там называют. В некоторых бандах раньше были какие-то роботы. У меня никогда не было роботов. Вот. У меня дневальные сидят за порядком внутри казарменного помещения. Вот. В дежурной породе отвечают, согласно уставу внутренней службы. Он несет свои обязанности. То есть... Вот. Каждый занимается тем, что прописано в уставах. Не будет ли нехватки личного состава при начале боевых действий, вот из-за того, что многие не удерживают этого и уходят? Ну, не знаю. За другие подразделения. У меня сейчас, вот, по штату мне положено определенное количество бойцов. Я не буду его озвучивать. Вот. У меня бойцов даже сейчас перебор. И поэтому, дабы ускорить процесс сомневающихся у нас, я поэтому постоянно на каждом построении говорю, кто чувствует, что он не справляется, кто чувствует, что ему не нравится, у кого заболела мама, папа, бабушка, или дедушка там, не дай бог, сел на горшок и не может встать, то прошу на выход, не занимайте место чужое и не отвлекайте наше внимание командира. Не заставляйте нас уделять вам внимание. Езжайте домой, решайте свои проблемы, либо переходите в другие подразделения, где требования менее жесткие, может быть, на ваше усмотрение. Мы никого не держим у себя, у нас все находятся добровольно.